ребята привет всем ближайшие дни планирую выпустить ролик новый интервью очень известным россии профессором урологом где анализируем ответы его на более актуальные вопросы по диагностике и лечению хронического простатита но связи с тем что мне очень много вопросов от вас поступает куда ты пропал вот я и решил короткий ролик записать в котором объясню куда я пропал и что со мной было за эти четыре месяца с тех пор как 9 мая я спел для вас песни катюша солдатскими словами поехали в общем как только я записал для вас последний ролик меня дня через два-три долбануло обострение с моей гадкой болезнью обострение очень сильная и серьезная и оно было не одно в общем продолжал я бороться со всем обычными своими способами которые мне помогают то есть это голод в сочетании с моими любимыми и гирями и конечно то что на фото это период стихающего обострения это уже это не самое лучшее состояние вот с учетом того что все ладонные поверхности и подошвенные абсолютных ранах и кроме того эта гадость цинкнотканная начала поражать хрящевые видимо ткани потому что хрящ вот носа ушные раковины вещи мелких суставов пальцев на руках и ногах в общем все это серьезно мешало мне полноценно жить работать но тем не менее две-три перчатки и гири в основном толчковые движения потому что рывок больно пальцем но акцентировал когда можно было на бег 10-14 километров в общем боролся сочетание с голодом и как только мне становилось легче я уже собирался когда морда приходила более-менее нормальное состояние можно было записывать ролик как меня долбило новое обострение поэтому вот такая задержка на четыре месяца и даже временами было когда мне сложно было печатать пальцами и были перерывы в комментариях я всем приношу извинения за то что вот такие задержки были не всем я может быть мог ответить и по комментариям на канале ютубовском и email их которые вы мне пишите с вопросами кому-то отвечал кому-то не мог ответить приношу свои извинения я абсолютно убежден в том что если бы я шел по традиционному пути по лечению у специалистов мной очень уважаемых дерматовенерологов я бы загнулся уже давно потому что в разных странах и разных городах россии у профессоров многочисленных я консультировался все что мне предлагали я шел по этому пути это кортикостероидные гормоны цитостатики в общем дозы которых непрерывно повышаются я шел по этому пути четыре года держал этот кожный системный процесс какой-то в общем у добавимой форме но это требовало постоянного постоянной коррекции лечения это вело бы только к одному гипертонии ожирению и плохому состоянию я очень рад что я от этого отказался в общем нашел вот такой путь не знаю насколько хватит мне этой борьбы но тем не менее хоть это сопряжено с большими проблемами внутренними и с мучениями но тем не менее это путь хотя бы которым я могу немного руководить конечно неизвестно что будет дальше но подробности о моей болезни кому интересно есть там ролик моя болезнь простатит и моя болезнь что общего общего это борьба борьба воля и работа ну а из хорошего что было это прекрасно росли усы и борода чудесно я превращался медленно какого-то не знаю в кого в бонифации в общем жаль что я брил поверхность щек но там абсолютно седые волосы если бы их не брил я превратился в такое шаровидное образование типа санта клауса наверное но тем не менее вот это из хорошего 2 из хорошего как только открыли перелеты ко мне прилетели мои турецкие родственники дочь зятем и двумя русско-турецкими внуками вот конечно очень много радости от общения совместного были вот они 10 дней мальчишки здесь на воле все собрались с русскими внуками и внучками в общем здесь была тусовка такая что надолго запомним мы это но вот старший эмир собой взял ростков малины сам выкопал потому что там ее нету и вес ее до москвы летел потом стамбул летел держал в руках эти ростки малины вот и вообще он говорит что это лучшее место в мире человек который свои восемь лет побывал во многих странах и увидел очень много красоты вот россия и вот где дуле и к бабуле это самое лучшее на земле место и очень жалеет он мне потом сказал дедуля мне так жалко что я не взял с собой русской земли это меня вообще поразил я был ошарашен где он вообще услышал и вообще понятия сформировалась в его голове вот он пожалел что с собой не взял русской земли в стамбул вот такие интересные дети старший владеет двумя языками русский и турецкий свободно но еще и на английском ведет в школе там мероприятия какие-то а младший в шестилетнем возрасте кроме русского турецкого английского еще испанский изучает так что жизнь полноценная у всех кипит вот и как я уже сказал в дальнейших планах у меня вот такой большой ролик выпустить с очень известным российским профессором урологом где я нашел очень много схожих и перекрестных мнений по проблеме хронического простатита что вы не только из моих уст это слышали вот но и услышали мнение другого очень авторитетного человека я вам ближайшее время представлю эту информацию поэтому вот встречи вас поздравляю желаю вам конечно здоровье самое главное не болейте ждите ближайшего ролика всем счастливо пока